МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На манеже одновременно 12 гигантских тигров под управлением народного артиста России Николая Павленко. В шоу также участвуют наездники, эквилибристы, гимнасты, жонглеры и канатоходцы. Удивят зрителей дрессированные японские шпицы и говорящие перуанские попугаи. Ну что ж, приглашаем к нам в студию артистов. У нас в гостях Анастасия Минасова, артист программы шоу «Гигантских тигров». А артисты выйдут сразу. Это Максим и Анастасия Минасова. Оба представляют цирковые династии, работают с собаками в шоу «Гигантских тигров». Участвуют с номером дрессированных японских шпицев. Господи, какие здоровые! У меня просто тоже шпиц. Немецкие тигровые. Давайте мне вот это вам. У нас приятного малыша? Это японские? Японский шпиц, да. Это малыш. Я думал это. Это малыш, это чинок, да. А есть такие, есть вырастают такими они. Слушайте, ну они, они прихо, они же белые. А как вы с ними, их же надо все время честить бесконечно. Нет, у них очень хорошая шерсть, поэтому особо мороки с ними нет. Один раз в неделю мы чешем, и им этого хватает. Серьезно? Так, у меня вопрос. У меня тоже шпиц. Они, как вообще вы их дрессируете? Вы что-то можете показать? Да, конечно. Моя шпиц только кусается и лижется. Еще она испортила тебе обоим. Нет, конечно, нет. Покажите что-нибудь. Покажите с ними что-нибудь. Такие сладкие. Видошка. Видош, на. Пошли, пошли, пошли. Ой, так зафера моя тоже делает. Ой, какая красота. Ой, молодец. Ой, молодец. Сидеть. Сидеть. Ух ты, это занервничал. Что, что они берут? Пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Ай-ля-ля-ля. Тут столько интересного. Тут столько интересного. Тут столько интересного. Маленький. Да. Давайте попробуем. Нет, 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 некоторые животные являются прирожденными артистами. Им нравится находиться на публике. Собаки одни из них. Вот вы показываете, показываете, я сейчас спрошу. Ваши прям артисты, артистки в смысле такие прям. Да, они очень любят. Так, что с немецкими не так? Почему они? Или все собаки дрессируются? Все собаки дрессируются. Просто какие-то быстрее, какие-то делают определенные трюки. То есть есть собаки, которые лучше прыгают. Есть собаки, которые, наоборот, более флегматичные. Мы к вам точно пойдем, вот, хотя бы на них посмотреть. Но есть еще тигры. Да? Танцуй. Расскажите про шоу. Танцуй. Ну, в первую очередь, конечно, самое главное – это тигры. Тихо ли ось. Потому что Николай Карпович Павленко – народный артист России. То есть это величайший дрессировщик на данный момент, я считаю, в цирке. И не только, я считаю. Он лауреат госпремии и обладатель циркового «Оскара». Это о многом говорит. Единственный из российских дрессировщиков, кто за рубежом такой награды удостоился. А гигантские тигры – это кто? Суматранские тигры, сами тигры. Они, в смысле, они прям какие-то чрезвычайно большие? Ну, они достаточно большие, и они очень агрессивные. То есть они агрессивнее, чем амурские тигры. То есть они постоянно пытаются и на представлении драться, и плюс очень эмоциональные, агрессивные. Вот. Ну, в первую очередь, конечно, как бы, Павленко показывает в этом номере, то, что тигр – это хищник, и он остается хищником. То есть они абсолютно неручные, агрессивные, но все делают просто по мгновению палочки. Потрясающе сидит собака на попе. Ой, какие хорошие. На камеру работает. Какие хорошие. Для кого это шоу? Для какого возраста? Для всех возрастов. Есть, как бы, номера для детей. Это, в основном, животные, коверные. Попугай. И также, в принципе, для любой публики есть номера более такие театральные, над которыми можно даже философски подумать. И есть более простые номера, которые берут своим эффектом и каким-то вот… Это полноценное большое цирковое представление. Да, полноценное. Все артисты, как бы, лауреаты международных конкурсов. То есть оценено их творчество в мире. Только что показали кадр, в котором было не три шпица. Там их было штук 20, мне показалось. Побоялись, что немножко сложно будет сюда привезти всех. Но если вы желаете, мы к вам приедем еще раз. Мы теперь к вам приедем. А вы скажите, пожалуйста, вот я, когда эфир заканчивается, я не очень по Саше скучаю, честно говоря. Но я не представляю, как можно не скучать вот по этим вот товарищам. Нет, конечно, скучаем. Некоторых даже берем домой, чтобы они социализировались, чтобы они и к нам привыкали, и более были смелыми. Они же тоже как дети. Вот, допустим, вот это потомство, Максим принимал роды. То есть они родились практически ему на руки. А сколько ему сейчас, вот этому товарищу? Два с половиной месяца. А, ну моя не вырастет. Моя меньше в семь. Слава тебе, Господи. Нет, они вырастут вот такими будут. Вот сейчас не видят наши зрители за кулисью, но у нас уже тут толпа народа выстроилась с собаками сфотографироваться, в том числе дочь моя. Ну, в общем, я думаю, что все пойдут обязательно. О, Господи, подожди, мы увидим сейчас тигров, и там ни один, ни два, ни три, там их тоже 12 штук. Тоже много тигров? Да, 13 тигров. Большая группа, и все они делают не так, что вышел один тигр и сделал трюк, а есть групповые трюки, где они прыгают через огненный обруч, и прыгают, ходят по буму. То есть работает вся группа. Слушайте, вот просто это же перевозка, транспортировка из одного города в другой, а вы еще колесите на соседние города. Насколько это такая сложная история? Ну, есть свои сложности, но как бы специально для собак, специально оборудованный вагон, где у них там клетки, где у них там есть выгул. То есть машина их везет, останавливается, их гуляют, кормят, и снова продолжается. Слушайте, собаки очень чистые, вот я хочу сказать. За границу ездили тоже. И самолетом летали, и паромом ходили, и машины. Иди ко мне. Только на самокате не ездили. Как вам наш цирк? Замечательный. Это один из лучших цирков в России. Один из самых любимых цирков. Да. Всеми артистами, наверное. У вас замечательный цирк, у вас замечательный директор. И зрители тоже, честно говоря, немножко необычные. Почему? Теплый зритель. Люди, которые, ну как бы, у вас, видимо, привык, знаете, вот зритель привучен к цирку. Они с ним могут поговорить на тему. Какой вам номер понравился? Обычно говорят, ой, вы с собачками? Нам собачки понравились. А у вас не отвечают честно, открыто, то есть, что нравится, что нет, какие-то замечания делают. Это очень приятно, очень интересно, и, ну как бы, правда, дорогого стоит. Зритель такой понимающий, знающий. А какой самый холодный зритель? Просто интересно, в каком городе чрезвычайно дистанцирующийся? Сложный вопрос, да? Да, сложный. Но вот мы работали в Японии, вот в Японии... Они, в принципе, сдержанные товарищи. Да, они потому что сдержанные. Да, мы с Луна в России. В два часа шоу все молчат. Реагируют сумасшедшие, топают, кричат, верещат. Ну просто не так привычно, как мы привыкли. Там аплодисменты, все. Они где-то могут, например, весь номер не реагировать, а в конце, наоборот, взорваться аплодисментами. То есть специфично немножко. Особенно, как бы, для коверных, которым вообще заработать залом надо. Для них намного сложно это. А вы откуда к нам приехали? Вот этот город, где вы до этого выступали? Какой у вас был? Мы были в Красноярске. Я не представляю, как вы там мигрируете. У нас еще, кстати, с тобой и дети, и животные, и еще и домашние животные многих с тобой. Домашних? Да, поэтому все. Не хватает на работе. Нам наших хватает, но есть, как бы, другие артисты, которые возят, конечно. Без этого никак. Если поехали родители артисты на гастроли, то они всех везут. И детей везут, и... Ну куда же, конечно. Мы считаем, что весь год гастролируем. Как вы решили стать артистами цирка? Ну, у нас, как бы, все семьи... Родители. То есть особо выбора не было. Да, цирковые династии, поэтому, как бы, мы уже там жили в этом цирке, поэтому само-самовыразумеющееся. Поскольку мы в прямом эфире, вы прямо сейчас можете позвать всех жителей Свердловской области к себе на представление. Добро пожаловать. Приходите к нам. Мы будем рады видеть каждого из вас в цирке. Мы очень надеемся и уверены, что каждому из вас будет, найдется свое интересное. У нас очень интересная программа. И осталось всего-навсего восемь представлений. Поэтому не думайте долго, приходите к нам. Ну что ж, аншлагов вам. Спасибо большое. Благодарного зрителя, бурно реагирующего, как в Японии. Ну что, сегодня в информационном шоу мы пели Аргентина и Майка 5.0. Юбилейный концерт Чаев будет в эту пятницу. Обязательно приходите в телеклуб. Богаты на праздники Уральская земля. Это юбилей Уральского музыкального колледжа. 75 лет. 100 лет уголовному розыску. Все это отмечали у нас. Ну а прямо сейчас передаем слово Антону Чистякову. Дальше эфир продолжит выпуск программы «События». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok